Привет всем неравнодушным! Компания Амазон представит собственный смартфон с 3D-дисплеем. Самсунг была поймана на обмане, компания Apple анонсирует iWatch уже в сентябре этого года и многое другое. Ну а далее в программе расскажу об одной бесспорно интересной функции операционной системы iOS в рамках рубрики «Секреты яблочных устройств», а следом игре «Trials Frontier» и программки под названием «Sooner». Ну а пожалуй на сладкой оставлю цензию на Airport Time Capsule. Погнали! Ну что ж, а начинаем как и всегда с новостей из мира высоких технологий за прошедшую неделю. Поехали! И первой ласточкой станет новость из мира компании Amazon. На минувшей неделе в сети появилась информация о том, что крупнейший в мире американский интернет-ретейлер планирует выпустить собственный смартфон, причем не какой-нибудь, а самым что ни на есть настоящим 3D-дисплеем. Согласно последним данным, официальная презентация гаджета состоится уже в июне этого года. А вот что касается выхода на рынок, то в продажу смартфон поступит лишь к концу сентября, как раз таки в преддверии старта сезона рождественских распродаж. Если верить слухам, то несколько недель назад компания Amazon уже показала аппарат разработчикам приложений, поэтому, безусловно, стоит отметить, что главной кишкой девайса станет наличие экрана, поддерживающего технологию трехмерных изображений, которую пользователи смогут в полной мере оценить без специальных очков. Еще к разряду экстраординарное, пожалуй, стоит отнести и шесть оптических модулей смартфона, которые, как утверждают американские источники, станут еще одной фишкой аппарата. Напомню, пока рекордсменом по количеству камер остается новый тайваньский флагман HTC One M8, там их целых три. В общем, посмотрим, сбудутся ли слухи относительно будущего продукта Amazon, ну а пока ждем больше подробностей. Как говорил Антон Павлович Чехов, лжет только тот, кто боится. На прошедшей неделе выяснилось, что компания Samsung завышает результаты продаж своих устройств, тем самым обманывая инвесторов и не аналитиков. Напомню ранее, в этом месяце IT-гиганты Apple и Samsung в очередной раз возобновили свои судебные баталии, связанные со спорами относительно ряда патентов, которые используются во многих выпускаемых ими устройствах. Согласно данным, обнародованным в ходе судебного процесса, стало известно, что вопреки исследованиям многих аналитических компаний, продукты корейского технологического гиганта в лице компаний Samsung вовсе не являются главной причиной роста рынка Android-планшетов. Так, один из секретных документов компании, отражающий истинные цифры продаж планшетов, продемонстрировал заметный проигрыш не только iPad, но и устройствам некоторых других компаний. Как заявили журналисты издания The Wall Street Journal, цифры, которыми частенько хвастается корейская компания, демонстрируют лишь количество устройств отгруженных в магазины, а вовсе не действительные продажи конечным покупателям. Таким образом, компания не только обманывает общественность, но и дезинформирует собственных акционеров. Сверим часы. Компания Apple может анонсировать долгожданный iWatch уже в сентябре 2014-го. Как сообщает портал Economic Daily News со ссылкой на собственные источники, яблочная корпорация рассчитывает на поставку 65 миллионов смарт-часов до конца текущего года. Согласно последним данным, представители Apple потребовали от поставщиков начать выпуск комплектующих в августе 2014-го для того, чтобы суметь уложиться в отведенные сроки. По подсчетам аналитиков, объем продаж умных часов iWatch за первый год выхода на рынок может приблизиться к показателю в 18 миллиардов долларов. 58,5 миллионов экземпляров по цене в 300 долларов за одно устройство. Ну что ж, будем надеяться, что прогнозы аналитиков сбудутся и iWatch станут еще одним революционным продуктом Apple, на сей раз перевернувшим рынок носимые электроники. Ну а о новостях на этом все, так что едем дальше. Сегодня в рубрике «Секреты яблочных устройств» расскажу о режиме «Не беспокоить». Это функция, которая пришла в операционную систему Apple еще во времена iOS 6 и с тех пор сумела зарекомендовать себя в лице одной из самых полезных. В особенности она будет интересна тем людям, которым постоянно приходят телефонные звонки, почта, смски или же сваливаются на голову тонны пуш-уведомлений. В общем, все то, что мешает спокойно жить современному человеку. Если вы как раз относитесь к числу этих людей, то запоминайте. Для включения данной функции идем в настройки. Здесь чуть ниже видим пункт «Не беспокоить», он-то нам как раз и нужен. И последнее, что остается сделать, это настроить данную функцию под себя. Режим «Не беспокоить» предусматривает работу как в ручном формате, допустим, если вы не хотите, чтобы кто-то отвлекал вас именно в данный момент, а также в запланированном. Что касается первого формата работы, то просто активируйте функцию вручную с помощью соответствующего слайдера в настройках или, по сути, из любого места операционной системы благодаря быстрому доступу через Control Center. В случае с запланированным режимом работы вам предстоит настроить время, с какого часа конкретно по какой, вы бы не хотели получать уведомления, смс-сообщения, телефонные звонки и все такое прочее. Ну, скажем, ночью с 11 вечера до 9 утра, как в моем случае, на практике оказывается весьма удобно. Однако, мало ли вас беспокоит по какому-то срочному вопросу, а режим «Не беспокоить» в данный момент активен. Казалось бы, важный звонок пропущен. На самом деле это не совсем так, ведь если абонент в течение трех минут позвонит вам больше одного раза, то вызов все-таки пройдет и до вас могут дозвониться. Но имейте в виду, что для этого в настройках должен быть активен пункт «Повторные вызовы». В том случае, если рисковать подобным образом вам совсем уж не хочется или пропускать звонки от родственников просто было бы нежелательно, то в таком случае на помощь как раз таки приходит пункт «Допуск вызовов», который позволит вам назначить те группы контактов или избранных абонентов, от которых получать звонки вы сможете всегда. Режим «Не беспокоить» предусматривает работу как исключительно при заблокированном экране устройства, так и при его использовании. А понять, активен он или нет, сможете просто посмотрев статус-бар на значок полумесяца. Если он есть, значит все работает. Ну что ж, и теперь наконец пришло время поговорить о мобильном гейминге. Сегодня речь пойдет об игре под названием «Trials Frontier» — увлекательном мототриале, полном безумных героев, сумасшедших трасс и приключений, готовых в любую секунду вовлечь игрока в атмосферу настоящего драйва и невероятного веселья. «Trials Frontier» представляет из себя высококлассную гоночную аркаду, в которой вам предстоит исключить необъятный игровой мир стиги за рулем собственного байка. Конечно же, одной из главных фишек игры является захватывающий игровой процесс, который определенно заставит вкунуться в атмосферу гоночных заездов благодаря яркой красивой графике, а также мощной и реалистичной физике. Безусловно, одной из главных положительных сторон данного проекта является наличие полноценного сюжета, который в данном случае играет вовсе не обременительную роль, а скорее привносит определенный интерес и смысл, позволяя игроку постоянно следовать определенным целям, а не просто бездумно гонять по локациям. Кстати говоря о целях, в игре насчитывается около 250 различных заданий, выполняя которые игрок научится не только уверенно крутить бэкфлипы, но и сможет хорошенько изучить здешний мир, заодно подзаработав денег на усовершенствование собственного мотоцикла. Среди прочих плюсов игры, безусловно, стоит упомянуть о наличии полноценного мультиплеера, который определенно даст отличную возможность посоревноваться всем любителям интернет баталий. Однако, увы, но не обошлось в игре и без минусов, и как ни странно, для меня главным разочарованием стало большое количество внутренних покупок. Реальные деньги и силком из вас конечно никто не тянет, но порой играть без вливания реальных средств попросту становится некомфортно. Тем не менее, игра доступна в App Store бесплатно, так что если попытаться закрыть глаза на этот досадный недостаток, то скачать игру посоветую прямо сейчас. Безусловно, игры это всегда хорошо, но как бы то ни было, без программ сегодня тоже не обойтись, так что пришло время поговорить о приложении, которое я специально отобрал для сегодняшнего выпуска. Не знаю как у вас, а лично у меня в жизни частенько бывают такие ситуации, когда впереди вроде бы куча свободного времени, планируешь сделать много всего полезного и интересного, но почему-то откладываешь все на последний день и в итоге как правило ничего не успеваешь. Если кто-то из вас тоже частенько сталкивается с подобными проблемами или просто хочет навести порядок в повседневных делах, то следующее приложение определенно вам понравится. Программа называется Sooner и представляет из себя удобный список дел и ежедневник, помогающий эффективнее планировать время и быстрее выполнять различные задачи. Он имеет интуитивный, но не стандартный для большинства планировщиков интерфейс, в чем заключается его основная фишка. В данном случае пользователь будет иметь дело с интерфейсом, основанным по принципу разделения на сектора, в которые и вписываются тематически разные задачи. Их можно менять местами, уменьшать или увеличивать, а также присваивать определенные названия, допустим, хобби, учеба, дом и т.д. Создавать новые сектора и добавлять в них задачи можно простым перетаскиванием специального значка из центра вращающегося круга. В зависимости от приоритета задачи, выбранного при перемещении значка, они будут написаны либо стандартным черным шрифтом, либо выделены красным цветом. При этом, создавая каждую новую задачу, у пользователя будет возможность добавлять к ней специальные дедлайны, то есть крайние сроки выполнения и напоминания, а также при необходимости возможность поделиться ей с друзьями, отправив в Facebook. Отличительной чертой приложения Sooner также является возможность синхронизации всех добавленных задач и напоминаний с календарем, что на практике оказывается весьма удобно. По тому же принципу основанной работы ежедневника. Единственным отличием в дизайне в данном случае является лишь наличие строк даты и дня недели, а также времени. Принцип же его работы абсолютно идентичен. Lite версия приложения Sooner доступна в App Store абсолютно бесплатно. Правда, она обладает сильно урезанным функционалом и подойдет скорее только для ознакомления. А вот что касается полноценной платной версии приложения, цена на которое составляет немалых 200 рублей, лично мне показалось весьма дороговатым. Поэтому, увы, но даже несмотря на сугубо положительные впечатления от использования, рекомендовать его пока могу только тем людям, которые точно намерены привести в порядок свою повседневную жизнь. Ну и наконец, заключительную часть нашей сегодняшней программы мне бы хотелось посвятить обзору одного весьма любопытного устройства и на этот раз уже от компании Apple. По сути, данный гаджет совмещает в себе сразу две полезные функции. Во-первых, выполняет роль высокоскоростной базовой станции Wi-Fi или, грубо говоря, интернет-роутера. А во-вторых, является беспроводным хранилищем данных с жестким диском на 2 или 3 терабайта в зависимости от выбранной модификации. По сравнению с предыдущим поколением капсула времени претерпела значительные изменения не столько по части внутренней начинки, сколько в плане дизайна самого устройства. Потеряв около 75% прежней площади, отныне она имеет вытянутую форму башни высотой в 17 см. Теперь же сместить устройство на своем рабочем столе будет намного удобнее, чем раньше, однако и шанс уравнить его при неосторожном движении также значительно увеличился. Минусы такого дизайна заключаются еще и в том, что отныне как-либо закрепить устройство на стене или, скажем, закинуть на шкаф, благополучно забыв про него на какое-то время, больше, увы, не получится. Что касается внешнего вида устройства, то снаружи это все тот же выразительный и невероятно лаконичный дизайн, пропитанный духом и идеями компании Apple. Корпус капсулы времени выполнен из красивого, но в то же время бесконечно маркового и быстро покрывающегося царапинами белого глянцевого пластика. На верхней части устройства гордо красуется логотип компании, а снизу находится черная прорезиненная подставка, окруженная вентиляционными отверстиями. Весь набор интерфейсных портов и разъемов разместился на заднем торце капсулы. Здесь находятся три LAN-порта, один USB 2.0 для подключения принтера или дополнительного жесткого диска, One-порт, гнездо подключения кабеля питания, выполненное в виде восьмерки, и рядом с ним небольшая кнопка сброса настроек. Лицевая сторона устройства практически полностью чистая, здесь разве что одинок ютится световой индикатор, демонстрирующий состояние подключения. Ну и наконец самое интересное – начинка. Под капотом устройства инженеры Apple разместили много интересного, но обо всем по порядку. Начнем с функционала роутера. Сперва стоит упомянуть о том, что отличительной особенностью AirPort Time Capsule 2013 года является поддержка совершенно нового стандарта Wi-Fi 802.11ac, который позволяет достичь скорости передачи данных в 1,3 Гбит в секунду. Как и предыдущие модели, новый AirPort Time Capsule поддерживает одновременную работу Wi-Fi на частотах 2.4 и 5 ГГц. Ну а теперь пришло время поговорить и о жестком диске. Скажу сразу – работает он очень тихо, слышно его разве что в полной тишине. Однако в связи с этим производительность диска, увы, не так высока, хотя работа капсулы в качестве файлового хранилища в принципе не вызывает нареканий. Но что же дают вам эти 2 или 3 терабайта памяти? Хранить на жестком диске можно в принципе абсолютно все – музыку, фотки, видео, а если вы владелец Mac, то еще и резервные копии вашего компьютера. Ну и подводя итог, сказать могу разве что только одно. Новый AirPort Time Capsule – это как всегда еще одно превосходное устройство от компании Apple, которое сегодня просто не имеет конкурентов на рынке в отношении качества, дизайна, удобства использования и функционала в целом. Правда единственный, но в то же время достаточно серьезный минус, который я могу отметить – это цена. 2 терабайтная тайм капсуль обойдется вам в ни много ни мало – 12 990 рублей. В то время как 3 терабайтная модель уже несколько дороже – 16 300. На мой взгляд цена на устройство все-таки несколько завышена, так что даже несмотря на мои рекомендации, решить покупать его или нет, все-таки предстоит именно вам. Ну что ж, а на этом все, с вами была еженедельная программа из мира высоких технологий Hi-Tech News. Напомню, зовут меня Сергей и прежде чем попрощаться, попрошу проголосовать за мой проект на сайте телекомпании Город. Ну а вот теперь уж точно, до скорого. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok